Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Аксели Вальдемар Галенкалелла. Триптих Айна. 1891 год. Холст Масла. Центральная часть 154х154, ну а боковые 154х77. Общий размер произведения 200х413. Огромная большая работа. Эпос Калевала считается одним из главных достояний культуры Финляндии. В первой половине XIX века ряд европейских стран встал на путь формирования национальной самоидентификации. Передовые деятели, литература и искусство обратились к истории страны и народа, чтобы сформулировать исконные ценности и традиции. В Германии это братья Гримм, в России собиратель сказок Афанасьев, в Финляндии языковед и врач Элиас Лёнрот, который в 1835 году художественно обработал отдельные народные эпические песни, руны, исправил его на чтение, ввел недостающие детали повествования. Сюжет строится вокруг приключений трех богатырей – Венемянина, Ильмаринина и Ленемикянина. Одними из самых известных живописных произведений, посвященных Калевале, стали творения Акселя Галин-Калевалы. Создать иллюстрацию для эпоса стало делом чести для финского художника. Он начал работу над циклом во время своего медового месяца в Восточной Карелии, регионе, где были собраны многие руны Калевалы. Данный период в творчестве мастеров называют романтическим, ведь изобразить мифы собственной родины – это акт прикосновения к истокам, попытка поиска национальной души. Исторические корни, основы собственного мироощущения, ценились художниками-романтиками начала XIX века и символистами в конце столетия. Айна – девушка, которая ради собственного спасения брат хотел насильно выдать замуж за состарившегося мудреца Венемянина. Несмотря на одобрение этого брака родителями, Айна не хотела покоряться судьбе и бросилась в реку. Интересно, что имя ей придумал Леонард. С тех пор имя смелой и независимой героини стало нарицательным. Оно вошло в обиход и в 2000-х годах являлось одним из самых популярных в Финляндии. Вот такое описание к работе Акселя Вальдемара Галин Калеллы «Триптих Айна» я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Возможно, я, конечно, не очень правильно произносил финские имена. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова